у нас тетя стоял на четвереньках и я не успел записать но так полминутки наверно стоял качалку внутри что назад не толкнулся а на ручки встань а на ручки на ручки на ручки встань вот давай поярзем еще попал да еще да еще еще тихо 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 вот давай 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 Сережа назад толкнется давай вперед вперед давай папа давай да сейчас пойдем давай папа вот вот не в ту сторону ползешь вот 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 ребятки всем доброе утро у нас недель сегодня семён должен был идти в детский сад но как я говорила во вчерашнем блоге сад точнее наша группа закрыта на карантин поэтому неизвестно когда мы выйдем мы сегодня решили начать сене прикорм потому что мне кажется он уже готов будем пробовать сей сейчас получается 5 месяцев и 1 неделя нет почти 2 недели 5 месяцев и 2 недели или 1 неделя мама короче я допущу а я попу ты будешь готовить знаешь нас тут нет мы начнем с гречневой каши мама я еще потом сейчас когда покормлю потом будет свободная минутка я вам поподробнее расскажу почему я решила ну попробуешь с чего с чего начать почему я решила начать или почему я так поздно начинаю кажется не потому что это поздно ну что Арсений будем ли мы пробовать гречку что Семен попробуй попробуй о все чувствуется вкус какой-то вкусный да какой вкус и все хочешь давай попробуй все мама я не пеку синий ну как ну так тебя никто не заставляет ее есть осторожней осторожней Семен о смотри-ка он рот там сам открывает ой что-то там притмокивает вкусно? нет не горько не вкусно думаешь? она не горькая она не горькая она не горькая откройшь ротик Арсюха ой не может не может открыть ротик? да он ему вроде понравилось он что-то там причмокивает а я му я му ты можешь? ты можешь открывать рот маму съед ну что Арсений все гелки все каши все уменьши слюня ну давай еще чуть-чуть попробуешь будешь? ой ой какая ложка да скажи о о о о о о какая вкуснота ой чмок 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 понравилось тебе? Какой-то интересный Что-то новое Ну, пока непонятно Заходит тебе или не заходит Да? Попробуем завтра еще Классная каша Я уложила съемку на дневной сон И пошла заниматься спортом Я занимаюсь на платформе Фитстарс уже больше года И у меня оформлена безлимитная подписка Я не раз вам говорила об этом сайте Тут много различных программ Например, йога, похудение Растяжка или зарядка Обычно мы с Семеном делаем утром зарядку Включаю на телевизоре специальную тренировку для детей И вместе повторяем А отдельно я занимаюсь по программам Красивая осанка и ЛФК Для тренировок не нужно дополнительного оборудования А длительность у них от 7 до 30 минут Налегко подобрать для себя Также в подписке доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой А еще раздел с питанием, где собрано много рецептов с расчетом калорий Хочу поделиться с вами несколькими крутыми новостями Во-первых, легендарный безлимит навсегда вернулся И теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса Для оформления этого тарифа за выполнение тренировок Вы получаете умные весы Пикук, которых ограниченное количество И сертификат в фирменный магазин Фитстарс Шоп В магазине можно найти фитнес-резинки, гантели, утяжелители и другие крутые товары для спорта Это выгодно, так как почти всю сумму подписки вы получаете сертификатом обратно Также участвуйте в новом социальном проекте Лес Фитстарс 15 апреля каждый, кто выполнит 100 тренировок, сможет посадить свое дерево в лесу Фитстарс По моему промокоду Диана у вас будет 70% скидка на безлимит навсегда Но этот тариф будет еще расти в цене, поэтому не откладывайте покупку Все подробности акции ищите на сайте Фитстарс Так, ребятки, я хочу с вами поделиться на тему прикорма Что я об этом думаю, как мать второго ребенка Да, я уже проходила все эти прикормы, все эти детские штучки И мое мнение с рождением Семы никак не изменилось Я все так же придерживаюсь того, что раны не значит хорошо И то, что прикорм должен идти вовремя Считается такое сейчас самое стандартное Это с 4 до 6 месяцев начало введения прикорма Вводят обычно с овощей, но также можно с каши Есть мнение, что если ребенок маловесный, он мало набирает, то нужно начинать с каши Если там ребенок наоборот плотненький, крупненький, то нужно начинать с овощей Я считаю, что особо большой разницы в этом нет И у меня дети никогда не страдали проблемами с весом Точнее, у них никогда не был маленький вес Но с Семой мы точно так же начинали с каши И тоже, что один продукт, сколько по времени вводить Я думаю, 4 дня это достаточно Ну, я буду все смотреть по ситуации Если будет хорошо продукт заходить, будем там через 3-4 дня начинать следующий Если там что-то не пойдет, то будем ждать и какой-нибудь менять продукт Допустим, если гречка не зайдет, попробуем другую кашу Будем смотреть все по ситуации Из признаков того, что ребенок готов прикорму Тоже там выделяют основные То, что ребенок увеличил массу тела в 2 раза с момента рождения То, что у него пропал рефлекс выталкивания языком ложки пальца или еще чего-нибудь Если у ребенка есть так называемый пищевой интерес Если он там с радостью смотрит вам в рот, когда вы едите Наблюдает, может быть даже пытается открывать рот Или у него может так передняя губа немножечко так выступать вперед Как будто бы он хочет там что-то попробовать Это все признаки пищевого интереса Но его также нужно развивать Если, допустим, у ребенка его нет То он может просто так и не появиться Поэтому я начала осенью Вот месяц назад, наверное, стульчик достали Прям в стульчике поближе к нам Когда мы кушать садимся, чтобы он смотрел До, может быть, 5 месяцев Ему было вообще как бы неинтересно Но он там посмотрел, да, мы что-то кладем в рот и все Сейчас у него прям вот контакт зрительный Надолго задерживается на мою ложку Ему интересно, хотя вот сегодня, когда я ему давала гречку Вы заметили, что он особо рот не открывал Он был такой осторожный Хотя он так причмокивал и распробовал, что там такое Мне кажется, я его еще посадила плохо Нужно будет чуть-чуть поднять положение стульчика Он у нас сейчас на самом нижнем У меня просто сеня не сидит Но я думаю, на среднее положение подниму Так, про пищевой интерес И, конечно же, его нужно будет дальше развивать Когда ребенок начнет кушать Он сейчас начнет пробовать Он поймет, что есть разные вкусы Дальше пойдут кусочки Нужно будет разными формами И я за то, чтобы давать ребенку есть самому У Семы, когда он нормальные объемы пищи стал есть Я ему сразу вручила ложку Второй ложкой я его кормила И он там что-то возился И к году он уже аккуратно ел Ну, конечно, там что-нибудь иногда падает Но он очень хорошо орудует ложкой и вилкой У нас уже давно Поэтому я также буду позволять Сене играть с едой И внимание особо впечатлительным Не смотрите наши влоги, когда Сеня начнет есть сам Потому что все вокруг будет грязное Но этот период быстро пройдет И потом ребеночек начнет хорошо есть В каком бы возрасте не был ребенок Он все равно начнет есть неаккуратно Хоть в 2 года, хоть в 3 И еще из признаков готовности к прикорму Это, конечно, чтобы ребенок хорошо держал голову Вот в таком положении, в вертикальном И, чтобы она у него никуда не запрокидывалась Ну, чтобы он мог там с небольшой опорой Так в полусидячем состоянии Для того, чтобы было удобно глотать А по кусочкам, когда мы будем вводить кусочки Это примерно месяцев, наверное, 8 Начнем там в 7-8 потихонечку мелкую пищу Я уже не буду ему там давать только банки Буду что-то отваривать, разминать вилочкой Или пробовать на терке Что-то, но до этого пока у нас еще есть время Сейчас нам нужно ввести каши и баночки Готовить сама я пюрешки не буду Я буду покупать готовые банки Потому что это удобно Я знаю, что есть мамы, которые только сами готовят Но мы никогда не знаем, какой там кабачок нам привезли Сколько в нем нитратов и так далее Поэтому я тут не топлю за самостоятельную готовку Кому как удобнее И это все мое личное мнение Поэтому никто не воспринимайте Если вы там хотите кормить своих детей Способом отличным от моего То, пожалуйста, мне на самом деле Не очень важно, как питаются дети Мне главное, чтобы ели мои И так будет так, как я решу А как решают другие родители Это только их выбор Так, вроде я так основное То, что я хотела сказать Я рассказала Если какие-то будут вопросы То вы пишите в комментариях Либо в комментариях расскажу Либо в следующем видео Завтра попробуем еще побольше Я, как уже сказала Попробую завтра поднять положение стульчика на серединку Чтобы он немножечко повыше был Может, ему сегодня было неудобно рот открывать А, и насчет еще того, что если нет зубов То без зубов тоже можно начинать прикорм Потому что дети очень хорошо жуют и прикусывают деснами Поэтому даже вводят кусочки Даже тем детям, у кого нет зубов А у Сени уже зубы есть Если кому-то интересно Тут целых два И еще про виды прикорма Педагогические, педиатрические Какой-то там самоприкорм и так далее У нас что-то между тем Мне кажется, у нас больше педиатрический прикорм Но с некоторыми нюансами Например, мы будем вводить там не 7-10 дней А так как пойдет Ладно, я буду укладывать Да, ребенка Поэтому мы с вами О, я все в следующем кадре У нас второй день прикорма Сейчас я подняла Сени повыше Стульчик Будем кушать? Ну-ка, только не треснись отсюда, хорошо? Не скатывайся О, я тебе сейчас что-то дам Что-то дам, дам А, как это не надо? Как это не надо? Грудь Грудь? Да Ну все, ну теперь уже надо научиться кашу есть Ну, попробуем? Открывай ротик Открывай ротик Нет, я могу Ты можешь кашу есть А Сеню надо учить Ну иди, Арсюха Надо еще Мама Смотри, как он ротик открыл Ой Сеню не кука Не вкусно думаешь? Ну, да На, еще будешь? Будешь еще кашку? Ой, ты счастлив? Стой! Стой! Что? Сеню не кука Не вкусно? Да Ну не знаю, кто нам скажет Сен, тебе вкусно? Ну, судя по тому, что ротик открывает Значит, ему вкусно Здорово Удивительно, да? Скажи, новые вкусы Новые вкусы Арсюха, так надо проглатывать Ну, хотя бы Да, скажи, я рот открываю Вот так хорошо Что еще? Мы тут сидим Играем в комнатке Арсюха у нас тут рядышком лежит Семен управляет краном Мы сходили погулять Сегодня утром На первый дневной осенний сон И на улице такая погода Такое ветрище Просто нас там смесило Смог И мы ели как-то 40 минут погуляли Потом пришли домой Я поставила хлеб Выпекаться Приготовила мясо Нужно будет еще гарнир сварить Но это уже потом Когда Семку ложу спать Сейчас поиграем Уже, наверное, через полчасика Сказки Сейчас зайти спать Да? Какой деловой Все выправляются Ваши механы Да, ваши механы Развлекаемся Как мог Мы уложили Семку И сейчас Сеней развлекаемся На полу Разложили игрушки Смотрим И такая погода у нас, конечно, пасмурная Ветер до сих пор Что хочется Просто лечь спать Или хотя бы в кроватку И в телефончик И все И залипнуть Надолго-долго, да, Арсюша? Но Я не могу себе этого сейчас позволить Потому что Арсения нужно развлекать Ему еще рано ложиться спать Наверное, только через час он пойдет Да? Спать пойдешь? Он через часик ляжет Я уже не успею Потому что там проснется Семен А это, конечно, печально Опа Что у них сейчас не совпадает Дневной сон И это надолго Потому что когда Ты только на один сон у нас перейдешь Ого, еще года полтора, наверное Хотя Сема в 10 месяцев Перешел на один сон Но у него он был С 11 до часу, наверное Или до двух Ну вот я, в принципе, может быть На один часик совпадете Смотрите, куда уполз Сейчас там сидит Психот, что он так далеко уполз Сень, ты уже с коврика Ушел куда-то Ты не назад ползи, а вперед Ну, ползи вперед Арсений Ну, вперед Ко мне Давай ползи Там же скучно Я для чего коврик-то постелила В итоге я уложила Сеню И сейчас легла Не знаю, попробую В телефоне позалипать Может быть, если мне удастся Посплю Но это не факт Ну, реально, что-то Очень какое-то сонное состояние Вот вообще ничего не охота делать Так иногда в комментариях спрашивайте Диана, всегда ли ты такая Активная и столько всего делаешь? Не всегда, как видите Сегодня хочется просто лежать Я поспала 20 минут И то с постоянными перерывами Потому что осенька кряхтел То хлебопечка там закончила выпекать хлеб Короче, не удалось мне особо поспать И знаете, что у Шени какое-то прям раздражение У него на шее и так было красным Здесь вот в этих складочках Я хотя бы постоянно мою Но из-за этих слюней У него постоянно все раздражено А сейчас у него где-то вот сюда Вот наверх пошло И я не могу понять То ли это реакция у нас на гречку такая Случилась То ли это все те же слюни То есть завтра, наверное, не буду ему давать гречку Посмотрим, что будет Ну, вряд ли, конечно, это гречка Потому что, мне кажется Не знаю Вот такие вот проблемы Вечные у детей, да? Постоянно что-то обсыпает Вот я помню, с Семой так же Ну, до года точно То постоянно что-то высыпет Что там зуб режется, да? Больно То капризы, то бесконечные скачки роста Ох он какой Интересный первый год жизни, да? С Семой вот реально легче стало Прям очень легко Наверное, с того момента, как я забеременела Это ему было Даже нет, ему было два года почти Да Вот через полтора годика Когда ребенку исполняется Мне кажется, это намного легче Чем вот такое вот грудничковое состояние Это, конечно, очень интересно Наблюдать, как ребенок растет, развивается Как быстро у него какие-то новые умилки появляются Но Когда ребенок уже такой подросший С ним намного проще Служу только по своему состоянию Да, несмотря на кризис трех лет Постоянные я сам Или еще что-нибудь Истерики Но в плане того, что Ребенок там уже у него есть четкий режим Он там четко спит, отдыхает Тогда, когда надо Ты легко планируешь день Да? А не так, как с тобой, малыш Че скажешь? Ох ты, господи, куда побежал? Ох ты все, кто проснулся Еще один мальчик Смотри, как Ксения обрадовалась Что ты пришел Мама Ты еще даже глазки не открыл Какой мультик А, ты сегодня перед сном не смотрел мультик Хорошо поспал? Да Ты же два с половиной часа поспал Представляешь? Это очень много Мой оболочка Утренние обнимашки И дневные после сна Все, мы вообще на самом деле Редко любим обниматься Стой, ты меня раздаешь Мама Ты кабачок Ты скоро, как я, будешь весить Все, мы так не заставить пообниматься Ну, я, конечно же, его не заставляю Просто иногда он сам приходит Вот, когда он сам приходит Тогда можно А когда просто так, в течение дня То нельзя Да? Да Да По разрешению только у нас обнимашки Скажи, не всегда, да? Обниматься хочется Иногда хочется Просто, чтобы тебя никто не трогал Так Мы встали Сегодня не возмущаются Чего возмущаешься? Сегодня не возмущаются Включили мультики И я достала хлебушек Из хлебопечки Вот такой у нас получился Прикольно, конечно, делать хлеб Удивительно И ингредиентов Вот это обычный простой белый Там вообще мало уходит Еще у меня есть вот эта книжечка Которая с хлебопечкой вместе шла И здесь разные виды есть хлеба Но для них нужны смеси Что еще? Для муку Да, правильно В хлеб нужно муку Молодец Какой-то Видите здесь Смесь Для злакового хлеба Специально Ну, наверное, они где-то продаются Надо поискать И, может быть Где-то найду Надо посмотреть Если знаете Только скидывайте Может быть Какие-то есть Прям хорошие Смеси Я в этом вообще не разбираюсь Это в первой жизни мой хлеб Да? Поэтому, если знаете То можете Сказать, где Или какую фирму Вот этих вот смесь Смесь для выпечки Смесь для выпечки Интересно Что такое? А вот есть вообще Кунжутный хлеб Молоко Масло Сахар Соль Кунжутные семечки Мука Пшеничная дрожж Надо посмотреть Что это интересно И следующее Сделаем Какой-нибудь другой Этот обычный белый В нашей семье Хлеб ем только я Я не могу Например Ни суп Ни первое Ни второе Ни третье Есть без хлеба Даже салат с хлебом Я не знаю А этот Сережа Он давно уже Отказался от хлеба И вообще его не ест Сема редко Ну Просто так поживет Поживет и все Мы уложили Арсения Он у нас Спит в коляске И мы не пошли на улицу Потому что там Начался дождь Ветер И мне такая Окей Прекрасно Сегодня будем выходить И мы сейчас с Семой Сели дальше Учить буквы У нас один день Одна буква Вчера мы только начали Мама Лет Да Спасибо Ага Вчера мы только начали Их изучать Ну в принципе Он уже достаточно много Знает Букв Но Я хочу Именно Такой книжечке Тем более Раз ему интересно То мы будем делать Я его не заставляю Это Я просила родственников Всем скидывала ссылки Писала что подарить И вот Мама По-моему Моя бабушка Подарила Вот такой Типа букварь Но тут не только Буквы Тут еще И моя И твоя И всякие задания Но мы учим буквы По этому букварю Букву А Естественно Вчера мы выучили Вчера мы даже Ее лепили Я в Телеграм Завязала фотку Сегодня мы какую Букву выучили У Да Букву У Теперь мы будем Лепить букву У А вот эта буква Какая знаешь О Правильно Он достаточно Ноль Здесь ноль Ноль Но это если цифра То ноль Похоже Да А если буква То О Мы же с тобой Буквы учим Угу Будем Лепить сегодня Букву У Нам нужен Пластилин Дашли Какой нибудь цвет Я буду лепить И ты потом Слепишь тоже Я не могу Не можешь? Да Еще мы пробуем Читать Здесь в конце Каждой странички Нужно прочитать Но Пока не заставляю Просто Называю Буквы Точнее прошу Чтобы он назвал А я слог читаю Кажется конечно Ему рано Именно чтение Изучать Но так ознакомиться С буквами Ему нравится Мама Я не могу Надо еще Пластилин добавить Какой пинч? А я откуда знаю Какой хочешь Каким цветом Сейчас мороженое Тут еще лепит Давай я открою А ты Давай пластилин Какой нам нужен Оп Какой обыжды будет И кстати На тему чтения Поделитесь Когда у вас дети Начали читать Потому что я Читать вообще научилась Ну прям летом Перед школой То есть мне было Там Шесть Восемь Не все Не все В школу я пошла в шесть Но мне в сентябре уже Семь исполнилось Мама Никак Никак Мама Я сейчас помогу Поэтому я научилась Прям перед школой Не знаю Как я сейчас это делаю У нас дети спят Я сейчас тоже Отправлюсь в кроватку Думала Помонтировать влог Но нет Хочу все-таки Прилечь Чуть-чуть полежать И уснуть Сладским сном Вместе с Арсением Поэтому мы с вами Увидимся В следующем видео Всех люблю Целую Всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok